Мы должны напоминать себе, что в том, кем мы должны стать, есть определенный процесс. Нам нужно постоянно осознавать тот факт, что мы находимся в нем, что у нас есть это измерение его частоты, я понимаю, кто я такой, как тело Христова, что он глава, а я тело. Мы одно целое. Между нами нет разделения. Наше общение, наше единство, наше поклонение — это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Именно поэтому я ем от него и пью из него. Именно поэтому я вспоминаю о нем. Вы знаете, это процесс разделения души и духа и понимания славы, которая приходит с сыном, который в полной мере соответствует своему отцу. Мы должны дойти до того момента, когда мы поймем высокие частоты любви. Мы понимаем, что он изливает на нас. Вы знаете, что есть определенные вещи, которые мы никогда бы не сделали, если бы не имели или не несли в себе любовь Божью и в полной мере его любовь. И когда мы начинаем понимать его любовь, мы обнаруживаем, что делаем вещи, которые никогда бы не сделали раньше. Потому что теперь, когда мы понимаем его любовь, мы хотим проводить больше времени со сломленными и с теми, кто нуждается в исцелении. Это желание становится страстью, потому что мы начинаем видеть, как сердце Отца относится к людям. Мы начинаем видеть, как сильно Он любит и заботится, и как сильно Он желает принести исцеление повсюду, и мы начинаем понимать, что мы Его руки, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в созидании. И мы это знаем, не так ли? И это, это старая поговорка. Суть в том, что сердце Бога — это Отец, лик Бога — это Сын, и голос Бога — это Святой Дух, но руки Бога — это Церковь. И я как раз подходил к тому моменту, когда мы напоминаем себе, что все, что должно произойти через Христа при сотворении мира, произойдет через сыновей. Вот что это означает. Именно это Иешуа пытался донести до поколения, которому Он служил. Придет поколение, которое представит, кто Я такой, в другом духе, в другой мере, в другой полноте. Это будет группа людей, которые будут обладать той же силой, что и Я сегодня. Именно Он пытается отразить людей, которые будут жить в разных измерениях. Представьте себе, что один Иисус изменил положение Земли. Люди все еще говорят об этом и все еще поклоняются Ему. А теперь представьте себе компанию людей. Тысячи миллионов христианских сыновей и дочерей ходят по Земле, исцеляя, изгоняя демонов, проходя сквозь стены, левитируя, переходя от нации к нации, возвращая мироздание в нужное русло. Именно это Яхве призывает группу людей понять. Именно поэтому мы должны взглянуть на Яшуа с другой точки зрения. Именно поэтому, когда заложен фундамент, мы должны строить. Если мы просто говорим о фундаменте, мы ничего на нем не строим, никакого роста не будет. Тогда у вас есть апостол и пророк, который является младенцем. Это проблема. Именно тогда мы сдвигаемся с той стороны завесы и выходим за ее пределы, где Орден Мелхиседеков начинает формировать нас, перестраивать нас как сыновей. И мы начинаем расти на другом уровне зрелости, которое отличается от того, на котором мы находимся по эту сторону завесы. На той же стороне мне нужна вера. Вера приходит через слушание, а слушание через Слово Божье. С этой стороны я общаюсь с верой как с личностью, и она учит меня вещам, о которых я никогда бы не узнал. Это совершенно другое измерение, совершенно другая сфера взаимодействия. Мы начинаем понимать сценность пребывания в нем. Когда сердце изливает поклонение в Духе и Истине, в чистоте и высокой чистоте любви, происходит проявление воли Яхве, выраженной из чистоты. Это то самое место, куда он нас зовет. Проявление его чистоты в вас развивается и формируется, когда вы находитесь в нем. Тогда у нас другая перспектива, у нас другой взгляд на вещи. Мы смотрим на творение с другой точки зрения. Мы не видим того, на что смотрят другие участники творения. У нас разное восприятие, у нас разные взгляды, у нас разное понимание, у нас разная система убеждений. Мы вышли из трехмерного мира, где есть только жизнь и ее изобилие. Здесь нет боли, недомогания и немощи, и мы живем в этом месте. И наша работа и функция церкви и тела Христова заключается в том, чтобы привнести это как законодателей в творение. Именно поэтому это ваше место жительства. Именно там вы живете и выходите за пределы своего существа. Но приближается час, и настал он прямо сейчас, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Отец ищет таких, кто будет поклоняться Ему. Яхве — это Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться Ему в Духе и Истине. Теперь мне это нравится, потому что мы должны отойти от нашего понимания богослужения. Потому что давайте кое-что ограничим. Все, что мы сделали, и потому что мы вкусили от древа познания добра и зла, мы поклонялись Ему только в той мере, в какой Он не хотел, чтобы мы это делали. Так что давайте подумаем об этом, исходя из нашей природы, из нашей плоти. Это Дух и Истина. Это Душа и Дух человека. Сейчас тело — это единственная часть меня, которая когда-либо по-настоящему поклонялась Ему. Потому что я понимал, что для меня важно поклоняться Богу и поднимать руки. Я понимал, что для поклонения Богу у меня на глазах должны быть слезы. Так что моя Душа и мой Дух никогда по-настоящему не были вовлечены в поклонение так, как Он того желает. Теперь, когда мы в полной мере раскрыли, кто такой Дух, и мне больше не нужно поклоняться в своем естественном Я. Мне больше не нужно стоять, петь, слушать музыку, и называйте это поклонением. Я могу погрузиться в Дух, где я нахожусь, где я нахожусь со своим отцом, где я вижу своего отца, где я гуляю с моим отцом. Где мой отец начинает показывать мне то, чем он хотел, чтобы я занимался. Потому что это еще одна мера поклонения. Так что он стал заманивать меня в одно место, где я мог посидеть с ним. И он показал мне святых древностей. Он начинает показывать мне различные ангельские покровы. Начинает раскрывать мне различные суды и то, как они функционируют, и что я должен делать, и кто я такой в судах. Как он учит меня, и как он пытается развить меня, чтобы я стал мерилом авторитета и управления в творении, есть часть моей вечной цели. Но на одном дыхании я подхожу к тому моменту, когда мне нужно активизировать то, кто я есть как Дух, в первую очередь, а не то, кто я есть как Душа, и кто я есть как Тело. И когда я привожу в действие поклонение в полной мере, я активизирую два других измерения того, кто я есть, и начинаю поклоняться ему в Духе. Когда я физически осознаю, что значит войти в Дух, когда я напоминаю себе об этом, потому что я в полной мере осознаю, кто такой Христос. И когда я вхожу в это место, я осознаю истину своей Души. Я пребываю в духе с тем, кто я есть как дух. Я нахожусь в другом измерении, и Отец вливается в меня и учит меня тому, кем я должен стать. Когда я становлюсь тем, кем я должен быть, я поклоняюсь Ему, потому что Он показывает мне красоту того, кто Он есть. Одновременно я общаюсь с семью духами, и они показывают мне мое положение и напоминают мне о том, кто я есть в Его Царстве. Одновременно дух страха Господня приводит меня в место откровения и поклонения, потому что речь идет о возвышении и просветлении того, кто Он есть. И, конечно же, дух Господень просветленным взором показывает мне красоту того, кем является Христос. Это означает, что это позволяет мне глубже проникнуть в Него и увидеть те слои, с которыми я должен и могу взаимодействовать. Отец сказал, когда я помещу вас в утробу вашей матери, вы сможете ощутить высокие частоты того, кто я есть, и то, что происходит в моем сердце. Высокие частоты небес. Это именно то, о чем мы должны напоминать себе. Еще до того, как вы выйдете из утробы своей матери, вы полностью осознаете, что Царство Небесное окружает вас. Потому что вы также выходите из Царства, в котором нет времени и пространства. Так что пока вы находитесь в утробе матери, вы извергаете свой свиток. Когда ребенок появляется на свет, он полностью вовлечен в ту меру, на которую он согласился в Царстве Небесном. Но его тело не функционирует, его голосовые связки не функционируют. Его нужно тренировать, а потом мы забываем об этом, потому что к тому времени, когда тебе исполняется 3-4 года, ты полностью забываешь об этом мире. Затем, когда мы рождаемся свыше, этот мир оживает. Но за это время мое воображение отключилось. Мне сказали, что я обманываю себя, если думаю, что могу говорить с ангелами, или попасть на небеса, или делать что-либо из этого. Так что к тому времени, когда я узнаю, что это правда, мне придется изменить все, во что я верил. Все, что раньше было в моем сердце. Но мы должны начать понимать, что чем больше вы осознаете ценность того, кто вы есть, и красоту присутствия Яхве в вас, тем легче вам будет привлекать окружающих вас людей. Это то, чего мы никогда не понимали. Поэтому мы испугались, потому что нам сказали, что вы должны пойти проповедовать. И поэтому мы не хотим проповедовать, потому что многие ли из вас знают, как трудно просто подойти к кому-то и передать ему какое-то послание или рассказать что-то об Иисусе. Особенно, когда вы только что родились заново. Я помню, как мы ездили в лагеря в подростковом возрасте, и они хотели, чтобы мы вышли на улицу. Но мы всегда думали, что это единственный выход. Вместо того, чтобы учить нас тому, кто я такой и что я несу, что мое присутствие открывает врата, что мое присутствие приносит дыхание Яхве в место, где может начаться исцеление. Чтобы все встало на свои места. Именно так. И если бы мы этого не понимали, то никогда бы не узнали, кто мы такие. Мы думали, что это должно происходить от имени, точно так же, как мы думали, что я должен молиться во имя Иисуса. Так что я должен говорить «бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». А затем «во имя Иисуса», чтобы это действительно имело какую-то ценность. Вместо того, чтобы понять, что я вступаю в это имя, я занимаю определенную позицию, и из этой позиции я говорю. И мы начинаем понимать, что это все меняет. Были моменты, когда ваша мать чувствовала, как вы двигаетесь внутри нее, но она не знала, что в те моменты вы танцевали в ритме небес под песню, которую вы все еще могли слышать Потому что все еще были настроены на нее Вы знаете, это именно то, к чему мы хотим вернуться Это то, что мы не всегда понимаем, но это вызывает у нас воспоминания, напоминания для вас Мы всегда учим вас возвращаться назад Когда вы видите или у вас было задание, видение, мечта или что-то еще, возвращайтесь к этому, возвращайтесь к этому, возвращайтесь к этому Посмотрите на картину в целом и поймите, что хочет сказать Яхве Напомните себе, что все это происходит вне времени и пространства Я могу вернуться к этому и со временем получить полную картину, получить полное послание, понять все это целиком и ходить в откровении об этом Да, но это всего лишь вдавливание, это просто толчок внутрь И у меня есть постоянное напоминание о том, что это доступно для меня. Теперь ваша душа расширилась, чтобы больше общаться с миром, в котором вы живете. Теперь, когда мы все поняли, вы видите, что я рожден во грехе. Напомните себе, что вы не рождены с грехом. Вы рождены во грехе, а значит вы рождены в греховном мире, который может научить вас только той сокрушенности, которая ему известна. Так что сокрушением может быть любящая, добрая, нежная семья, которая каждое воскресенье вводит вас в церковь и которая дает вам только часть истины. Это может быть разрушенная семья, которая причиняет вам боль, наносит ущерб и отнимает у вас что-то. Мы не всегда можем выбирать, но идея в том, что путешествие заключается в том, чтобы добраться до определенного места, где все, что принадлежит мне, снова станет моим. Так что у меня есть полная память о том, на что я согласился, чтобы я мог снова идти в полной силе того, что было мне дано, и что вместе со мной началось сотворение мира. Именно в этом и заключается суть этой игры. Именно этим мы сейчас и заняты. Именно поэтому вы разделяете душу и дух, чтобы вы могли вернуть себя как духовное существо обратно в эту сферу с когнитивным пониманием того, кем вы должны стать при сотворении мира. А также постоянно напоминайте себе, что моя цель не только на земле. Я вечное существо. Так что у меня есть вечная цель. И прямо сейчас мы все еще находимся в процессе творения, и нам нужно понять, что нужно сделать. Поэтому я призываю вас, брат и сестра, милосердием Божьим представить свои тела, посвятив всего себя как живую жертву, святую и благоугодную Отцу, что и является вашим рациональным, логичным, осмысленным актом поклонения. Вы знаете, что это постоянно происходит. И я говорю это постоянно. Как Сын Всевышнего, я несу ответственность за то, чтобы это стало образом жизни, а не работой. Я не обязан представляться Ему. Это желание живет в моем сердце. Я просыпаюсь утром и представляю себя Ему. Я представляю себя Ему, чтобы Он мог провести меня через все это путешествие. Это тот самый процесс, когда вы просто позволяете Ему взять на себя управление каждой сферой вашей жизни, по мере того, как мы продвигаемся вперед, погружаясь все глубже и глубже. Не будьте самоуверенны в этом и больше не приспосабливайтесь к этому миру с его поверхностными ценностями и обычаями. Послушайте, это нетрадиционный религиозный упрек. Я не призываю вас не ходить на вечеринки и не выходить на улицу. Иисус был известен как друг этих людей. Он был там среди фарисеев, и садукей посмотрели на него и спросили, «А с кем вы дружите?» И вы ходите во все эти места, где они пьют и напиваются до бесчувствия? Взгляните на перспективы, которые мы не видим в церкви. Он взрослый сын. Вы зрелый сын. И на нас лежит определенная ответственность за то, чтобы куда бы мы ни пошли, мы несли этот свет. Мы и есть тот свет, и по нашему старому пониманию, я должен сейчас поговорить с кем-нибудь об Иисусе и поделиться своим свидетельством. Я и есть свет. Я излучаю его славу, куда бы я ни пошел. И это открывает врата для тех, кто не знает его, чтобы войти в его присутствие, почувствовать что-то другое, ощутить что-то от высшей силы, потому что вы рядом. Это понимание того, что значит быть в определенном положении, в определенном месте. Я никогда не говорил, что лидеры предыдущего поколения лгали нам, что они лживы и ужасны, и что мы должны бежать от них. Мы должны любить их и заботиться о них. Они прекрасны, они удивительны, они могущественны. Именно они направили нас на этот путь. Они не пытались лгать. Они не пытались вести в заблуждение. Они только учили и проповедовали то, во что сами верили, что правильно, а что неправильно. Они давали нам только то, что понимали сами. Так что они намеренно не пытались что-то у нас отнять. Они просто пытались сделать все, что в их силах. И мы должны это видеть. Вот почему мы уважаем и любим их. И в то же время это заставило меня отправиться в путешествие, которое помогло мне и мне самому подняться к более высокому, глубокому и широкому месту в нем. Начать понимать, что возможно придерживаться ценностей, которые он заложил в моем сердце, прогрессивных, переходящих в созидание, чтобы иметь правильное отношение. Понимать мои ценности и то, кем он призвал меня быть, чтобы быть совершенным и в полной мере соответствовать тому, кем он меня называет, а не тому, что говорят другие. Знаете, напомните себе, что то, что они едят, является истинным знанием о добре и зле. И тот, кто вкусит от древа познание добра и зла, скажет вам, что именно так вы собираетесь угодить Богу, делая это, вот это, вот это и вот это. Но я даже не понимаю, в чем дело. Вы не можете угодить Богу своими делами. Вы знаете, если вы хотите узнать его поближе, многие ли из вас понимают, что вам нужно поговорить с ним? Именно так. Вы не можете говорить о нем с кем-то еще. Вы должны поговорить с ним сами. Напрямую. Вы знаете, я всегда говорю, ну да, на самом деле никому не нужно учить вас молиться. Потому что слово молиться означает просто говорить. Я могу поговорить с Дэвидом и Линдой. Разговаривать с людьми легко, потому что это то, чем мы занимаемся. Почему нам так трудно говорить с Богом? Именно так. Я помню, что у меня был духовный сын в Южной Африке. Он был довольно талантлив. И одна из вещей, которую я сказал ему однажды, мне нужно, чтобы ты перестал молиться. Я говорю ему как своему духовному сыну, что тебе нужно прекратить это, потому что как только ты начинаешь молиться. Из твоих уст вылетают просто религиозные слова. То же самое относится и ко всему, что он делает, цитируя Священное Писание. И я сказал ему, что мне нужно, чтобы вы провели с ним некоторое время. Я ни о чем его не прошу. Я ни о чем его не умоляю. Я просто хочу быть рядом с ним, потому что я видел его, я испытал его на себе. Видите ли, он Отец. И мы должны напоминать себе об этом. Сейчас не у всех есть любящие и добрые отцы. Но на самом деле у вас есть Отец, который только любит, который только хочет продвигать вас вперед, только хочет, чтобы вы росли и возмужали. И он хочет дать вам все, чего пожелает ваше сердце.